Так, ну что, всем привет! Начинаем первый день моего марафона. 100 дней моей жизни в YouTube. И я решила, что, наверное, не всегда будет получаться записывать что-либо одним видео, поэтому я буду все-таки из нескольких кусочков за день затем собирать и делать небольшой ролик. Итак, в чем суть? Суть в том, чтобы рассказать вам о том, каким образом строится мой каждый день в бизнес-сфере непосредственно. И, естественно, включить у вас работу, мотивацию и давать вам какие-то отдельные рекомендации и советы, потому что, естественно, каждый день решается масса вопросов. Вот сейчас я сижу здесь. Мой партнер Ирина, совладелица по Lady Boss женскому бизнес-клубу, проводит собеседование, потому что нам нужен новый ивент-менеджер. Я, соответственно, решаю те задачи, которые поставила на сегодня. Сегодня у меня несколько ключевых задач. Прежде всего, это мое выступление по YouTube, YouTube для бизнеса. Завтра у нас бизнес-завтрак в рамках клуба, и я являюсь спикером этого бизнес-завтрака. Моя задача подготовить презентацию. Каким образом я это делаю? У меня есть заготовленные шаблоны, красивые, то, что касается непосредственно презентации меня самой. Все остальное достаточно сложно и не всегда целесообразно нанимать дизайнера для того, чтобы давать ему презентацию, он ее красиво оформлял, поэтому я справляюсь с этим самостоятельно. Моя задача сесть, настроиться. Как правило, у меня это занимает час-полтора часа времени для того, чтобы составить план своего выступления. Я сразу же это делаю в PowerPoint. У меня вот такой вот ноутбук. Йога очень удобный, классный, честно говоря, я хорошо на нем работаю. С макинтошами как-то я несколько раз думала, что это сделаю, но вот этот страх пересилить себя и перейти на МАГ как-то и не произошел, поэтому я работаю прекрасно со своей йогой, и все у меня прекрасно. Я еще раз повторяю, сажусь, начинаю делать презентацию. Где-то час-полтора часа времени. Сначала я просто набрасываю тексты, затем параллельно, если нужны какие-то примеры и картинки, очень здорово, когда есть, во-первых, какая-то эмоциональная часть, второе, я очень люблю использовать в презентациях какие-то картинки и вещи, которые мы можем обсудить затем с аудиторией. В данном случае это различные YouTube-каналы, которые ведут бизнесы, то есть канал, как они используют эти каналы для продвижения своего бизнеса. Я взяла такие каналы для того, чтобы мы завтра с аудиторией тоже могли проанализировать. Составляю эту презентацию, затем трачу минут 15 еще на то, чтобы перевести в порядок шрифты, как-то это все красивенько выстроить. Я вообще за чистоту, без наляпистости. И, собственно, обязательно в презентацию необходимо, безусловно, включать и свои проекты. Помните о том, что когда вы продаете, вернее, когда вы выступаете, вы все время себя продаете. Это очень важный момент. Очень часто люди стесняются. Продавать не в смысле купи-купи, а в смысле рассказывать о тебе так, чтобы люди хотели очень сильно с тобой соприкоснуться, если раньше они не думали о тебе вообще, о том, как они могут через тебя что-то продать, или что они у тебя могут купить, то, чтобы они начинали об этом думать. Это очень важный момент. Сейчас быстренько покажу вам немножечко саму презентацию. Итак, вот таким образом выглядит моя презентация. Я посмотрела, что у меня получилось 57 страниц. То, о чем я говорю, в конце обязательно должны быть призывы к действию. Подпишись. Очень хорошо работают QR-коды. Используйте это, потому что люди всегда могут навести и вас скачать. Конечно же, мое пробуждение, потому что это уже на этой неделе мы стартуем в Киеве. Ну и, безусловно, какие-то проекты и так далее. Ну а здесь все по существу. То, о чем я, в общем-то, сказала. Итак, поскольку первую часть я выполнила своего задания на день, я вообще стараюсь планировать всегда ключевые задачи и остальные какие-то задачи, которые могут или не могут быть выполнены. Вот сейчас у меня будет небольшое совещание с моим партнером Ириной, поскольку мы постоянно выстраиваем сейчас наш клуб. Сейчас у нас появляются новые сотрудники. Наша задача выстроить бизнес-процессы. Мы прописываем инструкции, мы все внедряем. То есть это такой процесс, которым мы занимаемся на ежедневной основе. Плюс сегодня я еду, и у меня будет съемка и, в частности, работа со своим лицом, потому что я являюсь брендом, амбассадором человека-врача Теодора, который занимается косметологией. Вот и сегодня я буду, в частности, со своим лицом разбираться. Что-то я тут приколола. Для того, чтобы разбираться, как это все именно работает, доносить это до своей аудитории и, в частности, безусловно, улучшать свое лицо. Потому что очень круто, что сегодня мы имеем возможность благодаря своей аудитории, благодаря умению доносить аудитории лучше, чем кто-то другой. То есть благодаря своим сильным навыкам мы имеем возможность сегодня получать то, что нам необходимо. Вот, к сожалению, будет время затрачено на дорогу, но необходимо это дело. Также в моем дне практически всегда есть какие-то личные задачи, будь это маникюр, будь это покраска. К сожалению, мне кажется, все-таки, нет, я к счастью девушка, но, к сожалению, это отнимает время, и каждый день я стараюсь обязательно встраивать. На этой неделе моей стратегической главной задачей является подготовка к выступлениям, к пробуждению, к моему мега-тренингу, очень классному и крутому. И я всегда оставляю за неделю до старта, я оставляю и расчищаю максимальное количество времени для того, чтобы прежде всего мозгами настроиться и четко для себя сформировать, что именно я буду давать, как я это буду давать, в каком состоянии я это буду давать. Поэтому на этой неделе я поубирала все тренировки для того, чтобы максимально на этом сфокусироваться. Ну и так получилось, что у меня еще дополнительных два выступления на этой неделе, но, к счастью, я уже одно провела, а по второму готова. Поэтому сегодня мой день вот больше, скажем, не настолько заполнен, в нем нет огромного количества задач, но в то же время стратегия – это очень важный момент. И если вы постоянно заполнены, ваши дни заполнены постоянной текучкой, вам некогда поднять голову, это нормально, но если так происходит постоянно, и вы не можете остановиться и задаться главными вопросами, а какая у меня цель, а что я должен сделать, а как мне к ней прийти, а какие конкретно шаги хотя бы могут меня к ней привести, то это проблема, потому что вы никогда не сможете вырасти, вы никогда не сможете начать зарабатывать больше, и по сути это называется суета-сует, когда вроде бы всего много, а результата очень мало. Поэтому сегодня задайте себе вопросами, а к чему я иду, какие сейчас передо мной стоят цели, осязаемые, не какие-то очень заоблачные или какие-то очень маленькие, осязаемые, к каким цифрам я хочу прийти, какая стратегическая задача передо мной стоит, есть ли у меня для этого команда, что у меня для этого есть. И сверяйтесь с этой целью через день, а может быть и каждый день. Регулярно, постоянно двигайтесь, потому что время очень быстротечное, и мы не можем себе позволить сегодня какого-то супер долгосрочного планирования. Теперь, что касается моего продакшена, потому что мы работаем над нашим шоу каждый день, сейчас они заканчивают один большой спецвыпуск, я не знаю, возможно, он выйдет на этой неделе, я тоже не всегда знаю, что выйдет. Также на этой неделе сейчас мы готовим продукт, связанный с нашим посещением ЛОП-конференции, которая проходила. Поскольку мы являемся партнерами, мы тоже должны выдавать, безусловно, не только освещение, но и пост делиться той обстановкой, теми знаниями, которые там были приобретены. Поэтому тоже готовится это для большого выпуска. Ну и сейчас буду смотреть, что с нашими участниками происходит, будем ли мы ставить какой-то контент в этот выпуск, что нам нужно доснять для того, чтобы это было максимально интересно. И параллельно работаем, безусловно, с рекламодателями, потому что к нам постоянно обращаются те или иные компании, и это тоже занимает время, но этим уже занимаются наши менеджеры. Кстати, обязательно напишите, интересно ли вам смотреть внутренности работы компании, интересно ли вам, чем занимаются менеджеры, какие конкретные у вас есть вопросы для того, чтобы я делала выпуски еще из полезной информации. Ну а сегодня, скорее всего, еще досниму маленький кусочек в конце дня, ну не факт, я не знаю, потом все это склею и просто выдам вам. Вы, пожалуйста, поддерживайте меня, шейрите, для того, чтобы мои 100 дней были максимально инициативными, максимально для вас полезными, и, конечно же, включайтесь, потому что ничто так не утешает, как когда ты знаешь, что работаешь не только ты. Или пока ты сидишь и спишь, и ничего не делаешь, кто-то бежит быстрее. Включайтесь и давайте бежать быстрее вместе, не забывайте ставить лайки мне, подписываться и писать что-нибудь подрященькое. Ну и, кстати, хочу похвастаться и попросить вас меня поддержать, потому что оставлю ссылочку сейчас. Украинский журнал «Матали» номинировал меня на бизнес-блогера, сейчас проходит до конца, по-моему, мая голосование. Я оставлю ссылочку и попрошу вас тоже за меня проголосовать, потому что я могу получить премию стать бизнес-блогером. Вот так вот. Так, ну и еще небольшой анонс того, что происходит сегодня, а вы увидите в воскресенье. Я у Теодора. Теодор, помаши рукой, пожалуйста. У меня сегодня 100 дней моей жизни в YouTube, и ты в первый день попадаешь. Все знают, что я сегодня была у тебя. Класс. Вот так. Я себя поздравляю. И тебя поздравляю. Ну, мне сейчас по этому поводу вкали шприц. Ты 100 дней в YouTube или без YouTube? Нет, я теперь должна 100 дней ежедневно выкладывать видео в YouTube и рассказывать все, что я делаю в этот день по бизнесу. И, ну, сегодня я как амбассадор, я честно работаю. Просто со шприцом в лице. Спасибо.